Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я Евгений Кравцовский Сергей, с нами Лидия Политаева, она вам расскажет про самооценку, а я ее порасспрашиваю про самооценку. Это очень-очень интересная тема, потому что нарушение, как мы выяснили в предыдущих выпусках самооценки, приводит к тому, что мы можем себя в какой-то абьюз завести. И иногда, поправь меня, если я не прав, бывает, если не рассматривать какие-то масштабные неприятности, как ты рассказывал про отчима, а бывает, попался партнер, может быть, не очень положительный человек, или тоже у него какое-то обстоятельство в жизни, когда он не очень хорошим образом себя проявляет, на работе тоже кто-то его пилит. А человек из-за плохой самооценки слишком сильно продавывается, может же быть такое? Конечно, это во многих моментах и прослеживается как раз у людей, потому что меньше часть людей, на мой взгляд, возвращаясь, кстати, к тем словам, как я когда-то сказала, 80% людей обречены быть несчастными, почему-то мне захотелось еще раз эту фразу вставить, вот по этой причине и живут жизнью не той, которой они хотят, занимаются самокопанием, самогноблением, да, продавливаются. И что самое интересное, я вот тоже наблюдаю таких людей, вот это критическое мышление, они, когда подавляют себя, они также подавляют своих близких. Почему им важно повышать самооценку и любить себя? Потому что, когда ты хорошо относишься к себе, это транслируется на близкий круг людей, ну, и вообще на людей вокруг, то есть, да, может быть, ты замечал, когда ты в хорошем настроении, как-то все со всеми легко договаривается, все получается, это тоже определенная привычка жить в комфорте, жить в позитиве, жить в любви, так скажем. И это нормальное состояние человека, я вот даже больше могу сказать, что, мне кажется, хорошее настроение, гармоничное, так скажем, состояние и самооценка, это все вместе, то есть, взаимосвязано. Вот, и что еще сказать? Я думала, мы начнем с женщин, а ты просто в целом меня подавила. Да, ну, смотри, про женщин, опять же, я почему так подводил, не, то есть, вот, я думаю, что эти люди прямо нас смотрят сейчас. Очень часто девушки пишут, да, и пишут о том, что вот как раз их, не могу сказать, это молодые люди или мужья, очень так мутно, все смутно описывается ситуация, но основная причина, что вот им именно внушают то, что они некрасивые, ну, там вот, ну, ты понимаешь, да, в какую сторону все это идет, вот какие твои советы по этому поводу хотела бы услышать? Ну, вообще, я бы хотела начать с того, что у мужчин и женщин все-таки самооценка, это разное, так скажем, проявление самооценки выражается по-разному, вот, и я как девушка столкнулась тоже с одной из ситуаций, когда, вот, допустим, мне, например, 30 лет будет в этом году, и многие говорят, вот, ты там не замужем, как сказать, и от этого тоже нападки некоторые идут, что высокая планка и так далее. Ну, вот, для меня женская высокая самооценка, это когда она довольна, счастлива, спокойна, да, и, ну, как ни крути, между нами девушками, давай, честно, рассказывай. Между нами девушками очень важно, когда мужчины относятся как к девушке, то есть для нас это даже больше, и на мой взгляд, это действительно так важнее, чем карьера все-таки, потому что только в отношениях с мужчиной женщина становится более женственная, более мягкая, более, такая, как сказать, счастливая. Вот, если женщина счастлива, то весь мир вокруг нее счастлив, потому что вот женские вот эти эмоции и переживания, они очень, как бы никто ни говорил, они влияют на окружение всегда, неважно, на работе, дома и так далее, то есть там у всех там есть мамы или там девушки или сестры, и это очень читается, когда девушка веселая, открытая и счастливая, да, с высокой самооценкой, ну, у нее все получается, у нее к ней тянутся, рядом с ней хочется находиться, и все вот как-то даже вот энергетически, так скажем, к ней все притягивается, вот. Вот, у мужчин по-другому, мужчина, наоборот, закаливается в трудностях, то есть женщину трудности они делают вот тяжелой эмоционально и разрушает ее женскую вот эту энергию, женская, так скажем, красоту, стресс и так далее, они старят женщину, а мужчину наоборот, они это делают его более мужественным, более сильным, более таким, как сказать, закаленным, что ли, и так далее. Если у нас вообще в обществе начнем вот прям с... Я люблю копать в глубину, я прямо уйду даже, вот. У нас общество изначально построено, начиная с садика и из школы, больше по мужскому принципу, и вот это состязание в школе, оценки, девочка, она не должна бороться с мужчинами, она не должна вот постоянно... Сейчас тебе эти ютубовские вот эти вот женщины-защитники прав порвут просто в комментариях. В чем порвут? Ну ты что, это же гендерные различия между мужчиной и женщиной. Так это прекрасно, это же природа. Не все женщины так считают теперь. Ну, это их право. Ну да, но я тоже по старинке рассуждаю, то есть, как... Нет, для меня это тоже, ну, как бы, ну, типа, девочка в платье, мальчик в штанишках, то есть, ну, как бы сейчас модно оказывается другое. Не знаю. В моем, большая часть моего окружения, да, как раз-таки сейчас я очень вижу эту разницу между женщинами, которые впахивают, там, строят карьеру, и между женщинами, которые, вот, так скажем, в отношениях раскрывают себя как женщины больше. Потому что для меня все-таки в первую очередь реализация женщины идет с близкими кругом, ну, с близкими в семье, там, с детьми и уже потом в работе. Ну, то есть, мы можем просто назвать, что это классическое, социальное, такой постраниц, социальные чеки общества, когда девочка, она там занимается очагом, да, ну, вот эти все вещи. Да, 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 я к этому тоже, я старовер в этом вопросе. Вот. А, и если, допустим, вот даже обычный пример приведу, если похвалить девочку и сказать, вот, ты такая классная, спортом, наверное, занимаешься девочка, она воспримет это как, да, я классная, и ей это будет приятно, и она еще больше будет заниматься спортом, потому что ее это как бы стимулирует к этому. Если сказать парнем, такой накачанным, я знаю, и нахрен может не заниматься спортом, понимаешь? Потому что... Может быть такое. Вот. У парней по-другому все дело обстоит. И поэтому мы реально разные, у нас разные мотивации. И пытаться усреднить это, ну, это убить женское и мужское начало. Потому что, действительно, ну, для меня мужчина, который, допустим, ну, не достигает чего-то, не реализуется и не стремится к чему-то, он инфантильный. И это даже не сексуально. Вот. Для меня, как для девушки, это не сексуально, когда, ну, допустим, мужчина, нет вот этого вот, в нем состязание, дерзость вот этой, да, достигаторства или еще чего-то. И я знаю многие пары, где женщина, она ведущая, и она там впахивает на нескольких работах, приходит домой, еще дома умудряется все делать. А мужик такой, типа, в танчики дома играет. Да, я тоже знаю. И это не счастливые пары, как правило. Я не могу назвать их счастливыми. Женщины, они очень уставшие. Они очень такие, как раз-таки, тяжелые, постоянно нервничают, ну, как нервничают, потому что, ну, реально невозможно успевать везде и находить время на себя. Вот. У меня, вот, я только сейчас начала это понимать, поняла чувствовать разницу. Опять же, вот, не могу не рассказать на опыте, да, были отношения, где я строила карьеру, и я получала больше, чем парень. Это очень унизительно. И для него, и для меня, потому что, когда приходишь в магазин, и я могу себе там что-то купить, что-то позволить, а он, ну, типа, нет, это не вызывает даже влечение сексуального. То есть это как бы... Ватсап? Да, это, ну, я не меркантинная, но в то же время я понимаю, что меня это отталкивает. Ну, то есть я смотрю на него, ну, как торт, ну. И из-за этого отношения рушатся. Ну, либо есть женщины, которые им комфортно в роли таких вот сильных, независимых и так далее, и они готовно себя это тащить. Но, как правило, это очень грубые женщины. Вот. И очень такие, ну, тоже несексуальные. Ну, они как, это я смотрел, они как-то притягиваются к друг другу. Ну, конечно. То есть у меня... Ну, и подобное притягивает подобное, соответственно. Такой это, ну, был опыт, когда, то есть прям очень понравилась девушка. А она вот такая, ну, она, короче, прям визуально она очень круто выглядела. Ну, она была, вот, да, вот, как ты говоришь, грубая. Ну, так по виду не скажешь. Короче, очень такая женственная, вот, прям со всех сторон. И, ну, я как бы, чё, как там, свидание, все дела, и там. Начали, короче, общаться. И она говорит, слушай, я подумала, короче, нет. А она, ну, то есть у неё там, она хороший пост такой занимала руководителя. Я говорю, а чё, почему? Она говорит, прям, говорит, ну, вот, на самом деле мы просто убьём друг друга. То есть прям... И вот они, и неоднократный такой опыт был, просто в взаимоотношениях. И мне говорят, а они руководители, всё-таки люди, как такие тайные психологи, да, то есть я их называю тайными, потому что они такие-то на своём опыте чисто и скрыто всё время наблюдают, и они спрашивают, не, даже не надо, даже не надо, потому что ты не будешь исполнительным, ты не будешь зависеть от меня, так и так далее. Женщина тебе так говорила? Да. То есть тебе женщина хотела, чтобы ты был исполнительным и... Да, да, такая позиция. Поэтому, может быть, они даже, ну, может быть, я не знаю, как развивалась их судьба, но я могу подозревать, что некоторые, они пускай будут платить, наверное, за мужчину, ну, причём другие пары я такие встречал. Вообще-то у меня вообще удивительно это. То есть она будет перерабатывать даже за него, но для неё зона комфорта, что он абсолютно предсказуем, такая эпилептоидка, то есть абсолютно предсказуемый мужчина, который поехал, сделал все её указания, там, вот. У меня такие женщины встречаются, но у них такая психосоматика интересная. То есть, ну, это всё равно же нездоровое проявление. Нет, они нездоровые, даже вот в плане я, хотя не очень, как бы, фанат вот этой телесно-ориентированной терапии, но то, что чисто из-за научности, да, что пока нет там конкретных исследований научным, путём это всё не исследовано, но что-то такое есть, да, то есть когда наша психология, наши ощущения, они влияют на наше здоровье, да. Ну, это уже, это утверждение, по крайней мере, уже подтвердилось официальной медициной. Ну, по крайней мере, если я буду постоянно нервничать, я буду всё равно там что-то заболеть, кортизол высокий и так далее. Вот. И у них вот, да, что-то такое есть. Но ты заметишь, перекос этот идёт, понимаешь, как ни крути. Вот взять европейские страны, к примеру, да, где феминистки, там, и гомосексуализм процветает. Да. Я думаю, что это очень тесно взаимосвязанные вещи, то есть это, знаешь, такое гуманное самоубийство человечества, то есть потому что, когда идёшь против природы, да, то есть это не может не иметь последствий. То есть изначально мы не просто родились там, да, в теле мальчика и девочки, всё-таки это реально разные психики, реально разные способности, физические данные. И мы никогда не будем одинаковыми, никогда мужчина не сможет родить ребёнка. Ну, я не знаю, то есть он, конечно, может, с помощью медицинских каких-то только вы вмешаетесь. А вот интересно, да, вот скажи мне, вот причины гомосексуализма ты как считаешь? У меня есть предположения на эту тему. Ну да, чисто вот ты вот как психолог, как отдельная личность, то есть понятно, что мы не высказываем, да, сейчас какое-то мнение, осуждение. Оно мне стопроцентное тогда, просто как личность, да, любая личность, она может иметь какое-то вот своё собственное видение на ситуацию в целом, ну или какие-то теории поддерживать или не поддерживать. Может, ты считаешь, что масоны создают несоксиологию? Я не знаю, вдруг. Вот, то есть чисто твоё творчество. Ну, по моим ощущениям, это в любом случае нездоровое, конечно, проявление человека, да, то есть и по наблюдениям, вот это как раз-таки женщины гиперактивные социальные, которые хотят больше реализоваться социально, недоверие к мужчинам, и, возможно, это какие-то детские травмы, вероятнее всего, что если копнуть поглубже, там есть какие-то именно психологические травмы в детстве. И моё наблюдение среди мужчин, это тоже как некое избегание ответственности, потому что, ну, есть этот пример, в общем, у меня... Давай, давай, есть примеры, это очень интересно. У меня просто есть знакомая, которая недавно переехала в Москву и столкнулась. Она не гомосексуальная. Она не, да. Она попала... С столкнут гомосексуалистами в Москве. Да, да, да. Это очень интересная история. Я не скажу подробности, кто это, конечно же, это все остается с Таниной, но... Там такая история, что они платят только за себя. Да, то есть это очень удобно. Они тусят вместе с девушками, но платят только за себя. Слушай, может, они за мальчиков? Я тоже... А, кстати. Я вот могу тебе сказать, я как человек, проживший в Москве не один год. Да? Да. Была такая история, что приходил в спортзал, а я тогда был студентом, и подрабатывал как раз тренером. И пришел такой человек в спортзал, очень такой брутальный, волосатый. То есть когда ты подумаешь, ну, посмотришь, ты, наверное, решишь, что это вот идеальный такой самец, вот когда вот женщины говорят о брутальном самце. Он пришел со своим парнем, с охраной, у него еще охрана, он еще, то есть далеко не бедный человек, очень высокопоставленный. Вот. И был такой конфликт, что у нас парень работал с какого-то Улюпинска там, и он, в общем... А мальчик с ним был, который как девочка фактически, такой, а-а-а, сюм-сюм-сюм там. И вот, да. Знаешь, знаешь, эта тема такая, видимо, я у меня не заходит, потому что я в ней некомпетентна вообще, наверное, признаюсь честно, вот в этом плане я тогда снимаю все-все полномочия. Ну, это было интересно. Да, это было интересно, но я не буду, не готова рассуждать. Но вот единственная мысль, которая меня не отпускает, что это все-таки не про... Ты считаешь, что это не норма? Я... Ну, это нездоровая история. То есть эти люди... Ну, да, когда мужчина и женщина встречаются, плод их любви — это ребенок. А тут о каком... О каком дети... А когда они детей берут, усыновляют? Усыновляют. Или там сейчас это... Как это? Можно же зачать ребенка искусственно. ЭКО, точно. Вот. Но это тоже там же... Не оба гена, так скажем, будут участвовать. Не оба геномы там в противоположности. Это все равно будут какие-то... Наполовину общие дети. Да. И... Даже прямо интересно, да, там... А ЭКО — это отдельно. Можно снимать выпуск как гены. Интересно. Вот. И получается, что это не общий ребенок двоих людей. Это не... Ну, так скажем, для меня вот все-таки семья — это продолжение, да, семьи и продолжение рода. Это все-таки дети. И сама природа это создала для того, чтобы дети рождались. А тут получается... Ну, знаешь, что мне нравится? Что это... Как бы это ни было, это в любом случае конечное. То есть, ну, пускай они живут. Я их ни причем против них и не имею, кстати. Я, то есть, спокойно к ним отношусь, у меня нет какой-то там гомофобии и так далее. Ну, действительно... А работать? Вот, если к тебе такой человек обратиться, скажет, я хочу быть хорошим. Не приходить к этому. Я вас... Ну, нет. Не твою эти... Ну, особенно, если мужчины... А если девочка? У меня, кстати, была девушка знакомая, которая... Она была, кстати, такая красивая. Я на нее даже взгляделась немножко. Ну, то есть, поймала такой флюид. Ну, девушка, когда она женственная, еще я более-менее так спокойно это переношу. Когда я вижу, когда вот она такая грубая, мужиковидная, не с интересом. Я не могу сказать, что там я как-то с осуждением. Мне любопытно, что там у них, конечно, в голове происходит. Просто как вот интерес. Вот. Единственный момент, да, что в любом случае эти люди придут к концу своего продолжения рода. Вот и все. Они как бы сами себя и уничтожат, так скажем. Потому что, насколько мне известно, гомосексуализм приводит еще к разному виду заболеваний. Я сразу хочу сказать, что я не имею ничего, ребят, как сказать? Как мы все указали? Знаешь, как это проще всего зачтить? Да я сама! Я чуть-чуть могу! На пол карасика. Нет, ребят, на самом деле, принятие для меня этого принимать всех людей такими, как и не есть. Действительно, это для меня природа и загадочная. И я ни в коем случае, надеюсь, не задела ничьих трепетных чувств. Потому что, ну, как бы я говорила честно, как я думаю. Это мое мнение. Оно ни в коем разе не с целью кого-то там, так скажем, как унизить или обидеть или так далее. Вот. Скорее, просто недоумение даже в какой-то степени, что да, как бы, любовь в моем личном понимании, а это когда люди продолжают свой геном, продолжают... А как по твоему это влияет на самооценку? Что именно? Ну вот смотри, если, допустим, у меня, к примеру, возникает конфликт с социумом, потому что, к примеру, я гомосексуален, да, там, и на этом фоне я там начинаю себя как-то не любить. Может быть, такой? Ну, насколько, опять же, мне известно, что это люди достаточно очень стрепетны с самооценкой. Ну, то есть стрепетны и как? Потому что они всегда боятся общества непринятия, да, что их не примут. То есть у них, как бы, немножко плохая самооценка, ты имеешь в виду? Ну, то есть они как-то более чувствительны? Да, они скорее более чувствительны. Чувствительны к непринятию, к суждению и так далее. И из-за этого, да, среди них больше нарциссов. Вот это поворот! Даже так? Да, и они... Шикарненько. Тема нашего канала. Я скоро канал назову нарциссом просто. Настолько так активны люди. Ну, нет же, в психологии мне понравилась фраза одна. Нет высокой самооценки у людей. За любой высокой, ну, так скажем, неправильно сейчас скажу еще раз. Завышенной самооценки. Нет, не существует завышенной самооценки. За любой завышенной самооценкой кроется низкая самооценка. Ну, как биполярное расстройство такое же. Ну, что-то все по-тому, да. Только в меньших масштабах. Да, да. То есть это вот такое, как бы, чтобы их больше любили, понимали и так далее. Они очень, кстати, по-моему, педантичные. То есть следят за своей внешностью. Для них это очень важно. То есть, ну, там тоже есть вещества. Друзья, если вы хотите, чтобы мы эту тему более полно раскрыли, пишите нам в комментариях. У нас тайминг, поэтому мы с вами прощаемся. Приходите к нам на консультации. Всего доброго.